Доброго времени суток, с вами снова я Настя и вы попали на канал Элумика. Сегодня я бы хотела поговорить с вами на тему того, неужели на самом деле Блум просто не существует. Теория будет странной, но в то же время загадочной, так что усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. А это топ комментариев под предыдущим роликом. Огромное спасибо вам за актив. Данная теория была предложена мне Алисой, которая уже довольно-таки давно поддерживает мое ведение канала, и в общем-то суть заключается в том, что Блум не есть Блум. А вот теперь давайте поподробнее. На протяжении всего мультсериала Блум была показана как самая сильная фея в волшебном измерении, поскольку обладает великой силой огня дракона. В предыдущем ролике я затронула тему того, что великий дракон мог переселиться из своего старого тела в новое маленькое тельце принцессы Домино. Начнем сначала. Все мы с вами знаем историю Блум, которая по воле судьбы попала на Землю к приемным родителям Майку и Ванессе. События на планете Домино были ужасны для всего магического измерения, и именно это стало отправной точкой всего, скажем так, сюжета. Сначала не было ничего, но потом появился великий дракон, который создал магическую вселенную и наделил ее несколькими галактиками и планетами. Главное, он сделал Домино, поскольку именно на это место он решил прилечь отдохнуть. Данное отображение создания мира можно соотнести с религией, и для них дракон, как для нас, например, тот же бог. И это вполне очевидно. Как только дракон решил отдохнуть на планете, тьма вырвалась на свободу и решила сравняться с великой силой. Все мы с вами знаем о том, что тьма не может существовать без света, ровным счетом, как и свет без тьмы. Но великий дракон и тут немного накосячил, и слишком расслабился, но сделал вполне себе все правильно. Баланс есть баланс. Тьму-то, собственно, и он, наверное, создал. Хотя там же все наоборот, сначала была тьма, а потом появился свет. Ну, в общем, все мы с вами знаем эту легенду. Но сейчас не об этом. Суть заключается в том, что после того, как на планете Домино началась война, силу дракона перенесли в тело Блум, которая на минуточку была еще очень маленькой девочкой и в себе хранила невероятную энергию. И, как я вам сказала уже в прошлом видео, могла произойти реинкарнация. Иными словами, процесс переселения души в другое тело после смерти. Многие скажут, что такое просто невозможно, такого не может быть, поскольку мультсериал нацелен на другую аудиторию, младше, и уж тем более не может нести в себе такой смысл. Я с вами соглашусь, ребят. Но, тем не менее, это все вполне себе может быть, и, ну, дайте вы уж мне пофантазировать. Мне так нравится копаться в мультсериале, что я просто обязана была сделать данный видеоролик. Ну, согласитесь, теория достаточно интересная, да и аушка прикольная. В общем-то, вернемся к Блум. Теория о реинкарнации имеет место быть по нескольке причинам. В общем-то, сейчас я вам о них расскажу. Представьте, Великий Дракон не смог справиться с тьмой, которая окружала все вокруг. И это можно сравнить даже с тем, как в давние времена люди пытались идти против Бога, против того же Рока, испытывая свою судьбу. Но тут Дракон потратил слишком много сил на создание вселенной. Я понимаю, сопоставлять все это с религией очень странно, но я больше чем уверена, что тема вселенной в мультсериале раскрывается именно так. Разумеется, она слегка приукрашена, но, поверьте, ребят, здесь слишком много схожестей. Семья правителей Домино знала о том, что настанет день и им придется пожертвовать своим ребенком, которого предстоит спасти. Они прекрасно знали о существовании другой вселенной, мести без волшебства, и на случай беды Великий Дракон мог спрятаться там, вместе с его хранительницей. Подумайте сами, стала бы Дафна просто так отправлять сестру в другое измерение? Почему бы не передать ее, например, Великой Нимфе какой-нибудь, или Верховной Фее? Нет, ну серьезно, там же слишком много сильных чуваков, почему именно на Землю? Или, может быть, просто не отправить девочку на другую планету? Дафна любит сестренку, и это видно, но если подумать, почему тогда в книгах о Нимфе пишут как о персонаже, который встал во главе Нимф и тем самым начал оберегать вселенную после Великого Дракона, который, в свою очередь, пропал. Но вопрос, куда пропал? Зачем пропал? Разве такое вообще может произойти? И вот именно здесь работает теория реинкарнации, потому что Дракон вселился в тело девочки, и когда ее отправили на Землю, естественно, он пропал. Ну, логично, разве нет? И опять же скажу, теория с реинкарнации просто не дает мне покоя. Тело Дракона было побеждено, и уже подходил тот срок, когда малышке исполнялся годик, ну или около того. В то время Король и Королева, а также Команда Света просто уже не могли сдерживать натиск трех древних ведьм, и все закончилось успешным переселением в тело девочки. Мрачно, страшно, но интересно. И знаете, это хоть и выглядит как-то глупо, но, ребят, подумайте сами, а почему? А ведь реально могло бы так быть? Попав на Землю, Великий Дракон был очень напуган окружающей обстановкой, и именно поэтому произошел выплеск энергии, который на время, а именно на 16 лет, погрузил существо в сон, для того, чтобы восстановить свои силы. Вернувшись в магическое измерение, в теле Блум Дракон не проявлял никакой активности, в то время он все еще набирал силы, а ведьмы, которые хотели похитить способности Блум, смогли заполучить лишь маленькую капельку от Великой Силы, поскольку сам Дракон никогда не позволил бы другим просто так распоряжаться собой. Обращая внимание на другие качества Блум, мы можем с вами заметить то, что она немного вспыльчивая, и порой просто не разбирается в ситуациях, а отображение темной силы показывает, какое зло таится именно в девушке. Дракон — это полное олицетворение хорошего, и это качество действительно преобладает в Блум с большей силой, но что если на самом деле девушка далеко не идеальна? Ведь так оно и есть. На протяжении всего мультсериала Блум была обязана своим приемным родителям, которые защитили. Именно, защитили. Дракон, который находился в теле Блум, был благодарен им за то, что именно они оберегали и воспитывали его хранительницу на протяжении всего времени. Находясь в теле Блум, он совершал необдуманные поступки и не боялся рисковать собой, и даже в серии, когда Айси раскрыла Блум все карты, дракон просто не отступал. И я думаю, что неумение пользоваться всей силой на полную не помогло дракону, который находится в теле девушки. Его просто ликвидировали до той поры, пока принцесса не встретится с той, кто занял место дракона на время его исчезновения. Давно являлась связующим звеном в этой истории и помогла дракону восстановить энергию через свою сестру, после чего та без каких-либо проблем сразилась с монстрами в Магиксе и победила Трикс. Мне почему-то кажется, что великий дракон хочет быть на вершине всего, и именно поэтому Блум так реагирует на все ситуации и беззалаберно относится к своему статусу принцессы. Дракону, тающемуся в девушке, просто не нужен трон и не нужно королевство. Ему нужна энергия, ему нужно вернуть то былое величие, которое он почти и сделал. Ведь вспомните, Блум считают самой сильной в волшебном измерении. Самой сильной. Разве не странно? Она унаследовала всю мощь великого дракона, и некоторые ее даже боятся. Но разве такое возможно? Воссоединившись со своим драконом Бадди, которого мы встретили на острове Пирос, Блум на самом деле смогла воссоединиться с великим драконом, который находился внутри нее. И слова Бадди о доме, который он так часто говорил Блум, относятся именно к ней, потому что она и дракон и есть дом, и есть начало всех начал, поскольку именно дракон создал волшебное измерение. После чего фея открыла в себе новые способности и получила превращение Энчантикс, тем самым усовершенствовала себя в качестве сосуда для энергии великого дракона. Затем следует момент с Валтером, который постоянно упоминает о том, что они с Блум одно целое. Не странно ли? Разумеется, ведь он из капли огня дракона, а Блум полностью состоит из его силы. Валтер это часть Блум, которая так или иначе будет присутствовать в ее жизни, как бы ей не хотелось от него избавиться. Позже умение исцелять, и обратите внимание на то, как она лечит людей и как она вернула Ская к жизни. Но с другой стороны, Ская смогла вернуть, будучи феей Чармикса, а Набу, будучи феей Беливикса, даже полечить не смогла. В этом я вижу часть какого-то эгоизма, и я могу отнести это к тому моменту, что великий дракон думает только о себе и своем сосуде, то бишь Блум. Ведь именно она его хранитель, и если ее не станет, сила дракона развеется навсегда? Или он просто станет уязвимым? Неужели, если Блум погибнет, дракона можно будет усадить на цепь? Хм, интересненько. И ладно с умением исцелять. Меня больше всего поразило то, как Блум делится своей силой в шестом сезоне, когда ее все подруги потеряли способности колдовать. Разве фея, будучи настолько сильной, может позволить себе такое удовольствие? Опять же, я включаю теорию и понимаю, что сила дарует всем великий дракон, который в свою очередь замечает несправедливость к друзьям своего сосуда и просто подарил им по капельке своей силы. Значит ли это то, что потенциал огненной феи до конца не раскрыт? А что если Блум способен уничтожить то, что так долго создавал великий дракон? А если Блум является самым главным врагом дракона? Все эти вопросы требуют стольких ответов, и у меня просто мыслей не хватает, ребят. Действительно, теория настолько обширна, что ее хочется разбирать и разбирать. Кто знает, может быть истинная Блум девочка, которая была обещана заключена далеко в сознании, и возможно это сознание взаперти под могущественной силой дракона. Что вы думаете по поводу теории? Может ли существовать история с реинкарнацией? Обязательно напишите об этом в комментариях. Знаете, мне показалось это все таким мрачноватым и странным для данного мультфильма, но тем не менее теория дает о себе знать. Мне очень понравилось ее разбирать, и возможно я сделала это не до конца, и именно вы сможете раскрыть данный вопрос намного лучше, чем я. В общем-то, ребятки, пишите свое мнение, свои предположения в комментариях, мне будет очень интересно поговорить по поводу этой теории. Всем удачи, всем пока! С вами была я, Элумика.